Вчера в зале администрации района прошло очередное заседание антитеррористической комиссии муниципального образования Кашихабльский район и оперативной группы межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский, на котором присутствовали первый заместитель главы района Руслан Емыков, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, главы сельских поселений, директора общеобразовательных и дошкольных учреждений, работники администрации района, ввел заседание глава района Заур Хамирзов. На повестке дня было три вопроса. По первому вопросу об обеспечении безопасности при проведении Дня знаний на территории муниципального образования Кашихабльский район выступил исполняющий обязанности заместителя начальника полиции Александр Воронов. С сентября 2016 года в общеобразовательных учреждениях Кашихабльского района будут проводиться мероприятия, приуроченные к Дню знаний, в которых будут принимать участие 3209 учащихся, а также граждане из числа учителей, родственников, учащихся приглашенных. В целях обеспечения правопорядка, безопасности граждан и дорожного движения на территории подготовки и проведения вышеуказанных мероприятий в нашем межмуниципальном отделе был издан приказ, соответственно, подготовлены планы мероприятий организационных по обеспечению правопорядка и безопасности граждан. В рамках реализации данного плана проведена расстановка сил и средств, проведены антитеррористические обследования зданий и помещений с массовым пребыванием граждан, приняты меры по усилению охраны объектов особой важности и жизнеобеспечения органов власти и управления. Проведены рабочие встречи с представителями управления образования Кашихабольского района, на котором рассмотрены вопросы организации взаимодействия по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения массовых мероприятий. Утвержден график круглосуточного дежурства из числа руководящего состава отдела, а также усилены оперативно-следственные группы, выезжающие на место из числа наиболее опытных сотрудников. На мероприятиях всего будет задействовано 88 сотрудников межмуниципального отдела и предусмотрен резерв на случай осложнения обстановки из числа 8 сотрудников, которые с момента начала и окончания мероприятий будут располагаться на территории межмуниципального отдела. Кроме того, 31 августа 2016 года будут проведены дополнительные обследования мест проведения мероприятий и прилегающих территорий, подсобных помещений, подвалов, чердаков, хозяйственных построек. С обязательным составлением актов обследования и последующим взятием данных объектов образования под охрану вооруженными сотрудниками полиции до окончания мероприятий. Кроме того, в период с 22 по 25 августа запланированы и будут проведены отработки административных участков, на которых расположены образовательные учреждения, со стопроцентной отработкой лиц, состоящих на всевозможных учетах межмуниципального отдела, в том числе ранее судимые, наркоманы, алкоголики, семейные дебошеры, психически больные граждане. В целях обеспечения безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений предусмотрен рубеж безопасности, места парковки транспорта, которые будут обеспечиваться сотрудниками ОГИБДД межмуниципального отдела и сотрудниками ДПС, привлекаемые на несение службы в День знаний. При осуществлении пропускного режима в каждом месте проведения мероприятий будут применяться ручные металлодетекторы. Кроме того, внесены изменения и корректировки в план единой дислокации нарядов на территории Кашихабольского района, предусмотрена максимальная плотность патрульно-постовых нарядов в местах расположения учебных заведений, а также массового пребывания учащихся, то есть парки, скверы, дома культуры. На данный момент межмуниципальный отдел готов к проведению Дня знаний. Надеюсь и уверен в том, что мы не допустим нарушения ни общественного порядка, ни общественной безопасности. Также по первому вопросу слово было предоставлено начальнику управления образованием Касею Киргашеву. К началу 2016 года, учебного года, в Кашихабольском районе были проведены мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Все образовательные учреждения района оборудованы автоматическими пожарными системами и системами оповещения людей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Выполнены ежегодные противопожарные мероприятия. В целях повышения уровня анти-технической защищенности профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения сохранности жизни и здоровья учащихся, воспитанниками, работниками общерозвратных учреждений, выполнены работы по восстановлению ограждений по всему периметру и освещения. Изданы приказы об ответственных по антитеррору развешены номера телефонов экстренных служб. В целях максимально возможного исключения ситуаций, при которых может возникнуть угроза жизни и здоровья несовершеннолетних, создание безопасных условий для учащихся и сотрудников в дни проведения неознаний и других мероприятий. Были проведены мероприятия руководителя общеобразовательного учреждения муниципального образования Кашкабрскео, проведена сверка паспортовой антитеррористской безопасности общеобразовательных учреждений, обследованы чердачные, подвальные, неиспользуемые помещения на территории общеобразовательных учреждений, составлены акты готовности помещения для проведения для знаний. Хочу вас попросить отнестись к данному предприятию очень серьезно. Необходим контроль в последние дни, перед первым сентября. Свидетельство проезда транспорта с незнакомыми номерами появлялись чужие люди в населенном пункте, тем более на территории общественной организации. Торжественную линейку проводить не более 30 минут связано и с погодными условиями. Есть три момента. Для детей со слабым здоровьем организовать посадочные места. Присутствие медработников обязательно. И 31 августа проверить школу и сдать подростки дежурному сторожу. Это касается руководителей. Вторым на повестке дня был вопрос об обеспечении безопасности при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню урожая 26 августа. Докладчиками были начальник управления культуры Рауф Хурья и заместитель главы Кашхабльского сельского поселения Рамазан Мамхегов. В своем выступлении они особенно подчеркнули, что все необходимые меры для безопасности людей уже приняты, а также в преддверии праздника будут проведены дополнительные мероприятия, направленные на повышение мер безопасности. Заслужив доклады, глава района объявил о необходимости проведения широкомасштабного субботника после праздника. По третьему вопросу об обеспечении безопасности в период выборной кампании по избранию депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборов депутатов Государственного Совета Хаса Республики Адгея и выборов главы муниципального образования Майское сельское поселение, выступили председатели территориальной избирательной комиссии Кашхабского района Зарема Гурижева и исполняющий обязанности заместителя начальника полиции Александр Воронов. Они рассказали о принятых мерах по обеспечению безопасности в период выборов. В заключении совещания секретарь антитеррористической комиссии Руслан Тхагов зачитал проект, решение которой был принят всеми членами комиссии. Обсудив первый вопрос в повестке дня, комиссия решила рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России Кашхабский осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на предупреждение пресечения возможных террористических проявлений. Запланировать на 1 сентября 2016 года усиление нарядов полиции в местах массового пребывания жителей Кашхабского района. Провести обследование и в случае необходимости провести эвакуацию от учебных зданий, бесхозного автотранспорта, строительных бытовок, мусорных контейнеров для других предметов и объектов, которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств. При патрулировании территорий населенных пунктов сотрудниками патрульно-постовой службы, участковыми полномочными, включать маршруты патрулирования территории, прилегающие к объектам образования с целью выявления подозрительных лиц, а также возможных признаков подготовки ими террористических актов. Рекомендовать управление образованием муниципального образования Кашхабский район. Совместно с межмуниципальным отделом МВД России Кашхабский организовать проведение инструктажей лиц, задействованных в охране подведомостных объектов, по действиям по обеспечению надлежащей охраны объектов и действиям при угрозе совершения террористических актов и возникновения чрезвычайных ситуаций. Организовать проведение практических тренировок по отработке действий по эвакуации персонала, учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций. Другие мероприятия для формирования у детей и сотрудников навыков поведения чрезвычайных ситуаций. Срок до 25 августа 2016 года предоставить Межмуниципальный отдел МВД России Кашхабс списки подрядных организаций, осуществляющих ремонтные работы в учебных заведениях района. Рекомендовать директорам школ и дошкольных учреждений обеспечить проверку исправности ограждений территории, образовательных учреждений, исправить запорные устройства, въездных ворот и калиток, очистить дворы от сорно-разительных мусора и строительных материалов. Организовать дежурство сотрудников образовательного учреждения, провести инструктаж дежурных по действиям в случае обнаружения подозрительных предметов и подозрительных лиц на территории образовательного учреждения во время проведения дня знаний. Рекомендовать главному врачу Кашхабрской ЦРБ организовать дежурство медицинского персонала во время проведения торжественной линейки 1 сентября 2016 года в каждом образовательном учреждении Кашхабрской районе. Рекомендовать главному администрации сельских поселений Кашхабрского района оказать помощь руководителям образовательных учреждений сельского поселения в обеспечении безопасности проведения дня знаний, используя при этом возможности как администрации сельского поселения, так и возможности предприятий, организаций, частных предпринимателей, расположенных на территории сельских поселений. О принятых мерах по первому вопросу проинформировать главу администрации муниципального образования Кашхабрской района до 1 сентября 2016 года.